Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено тому, как проходит процесс онлайн-сделки. То есть за счет того, что сегодня интернет является, наверное, самым востребованным источником по поиску информации, очень много людей обращается к нам с целью приобретения недвижимости, но нету полной картинки у наших покупателей, как это происходит поэтапно. И сегодня вот на примере одного из моих клиентов, с которым мы уже неделю подбираем односпальную квартиру, мы покажем вам, как происходит весь процесс от первоначального этапа до завершения сделки. Все начинается с того, что вы заходите на наш сайт и определяетесь с тем или иным проектом. Пусть будет код дажор, назорный берег. Вы заходите, здесь есть общая информация по проекту видеотур, и вы нажимаете «Оставить заявку». Указываете ваши фамилии, имя, телефон, электронную почту. В идеале подписывать какой-то комментарий, что ищу там односпальную квартиру для собственного проживания, либо интересен вариант с точки зрения инвестиций, и нажимаете «Отправить заявку». Далее она приходит нам на электронную почту. Вы можете в течение 10 минут получить 3 лучших предложения месяца, либо, если вы знаете, что конкретно вы хотите, можете написать нам это в форме письма, и получите индивидуальный подбор. Наше общение с клиентом начинается с того, что мы отправляем им презентацию по проекту. В презентацию входят фотографии, планировки, местоположение, видеотур по проекту, цены, график платежей. Ну, в общем, полная информация, которая только может понадобиться для того, чтобы сформировать картинку о проекте. Изначально мы ведем общение с клиентом по телефону, ну, то есть это WhatsApp либо Viber. Ну, и также переписываемся по электронной почте. Первое, с чем мы должны определиться, это цели покупки. То есть самое распространенное. Первое – это для себя. То есть есть люди, которые покупают недвижимость для того, чтобы в будущем переехать сюда на постоянное место проживания. В таком случае удаленность к морю, она не играет особой роли. Люди подбирают недвижимость по другим критериям. По доступности к гипермаркетам, кому-то к школам. Ну, то есть это уже не туристический рынок. Второй вариант, он наиболее распространенный. Проживать здесь на время отпуска. У кого-то это там месяц в году, у кого-то бывает и 2, и 3. Но остальное время люди предпочитают сдавать квартиру в аренду. Это самый популярный запрос. Это, собственно, то, что сейчас ищет мой клиент. Если проект подобран правильно, то Таиланд может принести неплохие инвестиции. Как минимум, квартира окупает себя в плане обслуживания и приносит еще денег, которые хватит сюда на билеты, на проживание, на развлечения. Но в таком случае мы рассматриваем квартиры, как правило, 30-40 квадратов. Нет смысла покупать, особенно первую квартиру в Таиланде, какую-то большую, там 3-4 спальню. Как правило, односпальная квартира хватает, самый оптимальный вариант. Некоторые клиенты говорят, что 40 квадратов – это очень мало. Но на самом деле здесь недвижимость наносит чуть-чуть другой характер, чуть-чуть другое предназначение, если мы говорим о туристическом рынке. Люди здесь дома не сидят. Дом, по факту, это место, где прийти, помыться, позавтракать, переночевать. То есть люди в каждом комплексе есть тренажерные залы, бассейны. Люди ходят на бассейн, люди ходят на море, катаются на острова, но дома мы проводим минимум времени. И третья цель покупки – это инвестиции. Как правило, с таким запросом обращаются люди, у которых уже есть недвижимость в Таиланде, ну, либо где-то еще за границей. И здесь уже отбрасываются какие-то личные предпочтения по тому, как квартира оформлена, какой дизайн, какие бассейны. Здесь речь идет чисто о доходности. Как правило, в таком случае люди квартирой не пользуются, они передают ее застройщику и рассчитывают на доходность, которая прописана в контракте. Для тех, кто хочет заселиться максимально быстро, мы подберем квартиры, где есть возможность оплатить 30-50% и уже забрать ключи и пользоваться своей квартирой. Безусловно, самые интересные варианты, они находятся на стройке, на первоначальных этапах. Более того, цены в Таиланде с учетом строительства растут от 25 до 40% в зависимости от проекта. Есть ряд определенных факторов, которые влияют на ценообразование в проекте. Это инфраструктура, это количество соседей, количество планировок, близость к морю. Ну, то есть много вещей, на которые стоит обратить внимание. Если вы подбираете недвижимость в Таиланде, не надо полагаться только на свои внутренние ощущения, то вот как вам хочется. Лучше обратитесь к нам, и мы поможем подобрать проект не с эмоциональной точки зрения, а с практической. Абсолютно нормальная ситуация, когда люди просят заснять видео их проекта. Стандартно идет просто фотографии квартиры, но часто люди просят скинуть в WhatsApp либо на Viber полное видео. Как мы заходим в квартиру, как планировка выглядит, какой вид из окна. Ну, собственно, мы сейчас этим и займемся. Погнали! Мы с клиентом подбираем сейчас квартиру для себя. Остановились на варианте с одной спальней. Это семья с ребенком, и они подбирали проект по соображениям, чтобы инфраструктура была развитая, чтобы были большие бассейны, детские какие-то горки, чтобы не более 500 метров от моря. И как результат мы остановились на проектах «Семь морей» и «Дусит парк». Сейчас едем делать фото и видео квартиры в Семи морях. У нас с клиентами принято, помимо стандартного видео, фотографии квартиры, снимать еще часть инфраструктуры, снимать вид из окна. Ну, собственно, этим я сейчас и занимаюсь. Я думаю, что очевидно, почему проекты резортного типа, почему подобные комплексы могут быть интересны для клиентов с детьми. Здесь очень крутая инфраструктура, очень большой бассейн в Семи морях. Если мне не изменяет память, 6 тысяч квадратов площадь бассейна. Все это непрерывная лагуна, она идет на территории всего проекта. Квартиры в Семи морях, они идут со стандартным пакетом от застройщика. В него входит все, за исключением мелких элементов декора. То есть, за исключением вот этих вот вазочек, посуды, постельного белья, ну и там фоторама, которая на стенах здесь висят. Все остальное, микроволновка, холодильник, в каждой комнате телевизор, кондиционер, диваны. Это все-все-все входит в стоимость. Если говорить про спальню, здесь у нас идет встроенный шкаф. Санузел также идет в вход со спальни. В Таиланде нету ванн, как правило, всегда идут душевые. Этого более чем достаточно. Это стандартный пакет, который предлагает застройщик. Также в контракте есть приложение, которое называется комплектация квартиры. Там перечислено все, начиная от плитки и обоев, заканчивая телевизором, кондиционерами. И в комплектации прописана даже диагональ телевизора. То есть прямо в контракте будет написано, что телевизор Samsung LED 40 дюймов диагональ. Здесь клиент у меня просил заснять вид из окна. Мы подбирали квартиру специально со внутренним видом на бассейн, чтобы было видно ребенка. Но вид, я считаю, очень клевый. Вообще, я даже не могу вспомнить какую-то там конкретную ситуацию. Просто клиентов так много и каждый просит что-то свое. Кто-то просит, а поднимитесь на крышу, покажите оттуда какой вид. А какое расстояние до моря? Ну, то есть вот сколько клиентов, столько и запросов. Но сервис это, собственно, наша работа, это то, чем мы и занимаемся. Часто приходится переубеждать клиента, что в Таиланде нет проблем с парковкой. Просто парковочные места в каждом новом проекте, они являются бесплатной частью инфраструктуры. Они не продаются, не покупаются, не арендуются. И иногда люди относятся скептически к этому. Ну, потому что я знаю, в России ценник может быть там миллион и два за парковочное место. В Таиланде с парковкой проблем нет никаких. Как видите, парковки всегда пустые. Редкие туристы берут автомобили в аренду. Вообще, ну, постпродажный сервис, тема очень важная. Есть компании, которые после сделки куда-то там пропадают. До них не дозвониться, не дописаться. Но у нас ситуация чуть другая. Для клиентов, которые особенно заходят через онлайн, у нас есть отдельная система, мы предлагаем им бонусные карты, которые в будущем дают скидки, какие-то привилегии в компаниях, которые сотрудничают с нами. То есть это и стоматологии, и детские сады, и школы, и какие-то кафе, рестораны. Ну, там список немаленький. Мой клиент меня попросил также отснять квартиры, у которых вид идет на внешнюю сторону, потому что они были дешевле на 250-300 тысяч. Ну, для сравнения. Все, эту квартиру тоже отсняли. Поехали дальше. Сейчас мы приехали в Дусит Парк. Здесь тоже подобрали неплохую квартиру. Все то же самое делаем, что и в предыдущем проекте. Снимаем инфраструктуру, бассейны, тренажерные залы. В общем, даем полную картинку проекта для клиента. По стандарту начинаем с инфраструктуры, снимаем тренажерные залы, бассейны, внутреннюю территорию. Потом уже идем в саму квартиру. Пока идем в квартиру, которую подобрали для моего клиента, мы снимаем бассейн и отдельно снимаем для него детскую зону, потому что все-таки они подбирают по соображениям, чтобы была какая-то акватория для ребенка. Мне нравится дизайн лифтов в Дусит Парке. Клево сделано. В начале сегодняшнего видео я сказал, что, как правило, люди покупают первую квартиру в Таиланде до 40 квадратных метров. Первую квартиру, которую мы смотрели в Симморях, она идет по площади 36,5. В Дусите 35 квадратных метров. Квартиры идут вообще в Таиланде все типовые по планировкам. Разница только в дизайне и в интерьере. Если там в Симморях было какое-то просто там пастельное нейтральное тона, то здесь какой-то сделали такой современный хай-тек. Но это уже клиент будет сам выбирать, какой дизайн ему ближе. По планировке квартира одинаковая. Идет жилая зона. Здесь спальня. Шкаф у нас в Симморях находился у окна. Здесь окно чуть-чуть побольше. Шкаф перенесли сюда. И санузел. То есть также душевая и туалет. Как видите, разница только в дизайне и в интерьере. Комплектация одинаковая. Везде обои, шторы, кондиционеры в каждой комнате, телевизоры. Вообще дизайн в Дусите неплохой. Единственное, я считаю, лишнее это черный глянец, который здесь практически на всех стенах, даже вот на шкафу. В моем понимании гораздо практичнее было поставить сюда зеркало, как это сделали в Симморях. Но застройщик выбрал такое решение. Также отличие между Симморями и Дуситом в квартирах в кондиционировании. То есть если в Симморях просто идет стандартный блок, который крепится на стену, то здесь идут встроенные кондиционеры и регулируются они вот на панелях, которые встроены в стену. По стоимости проекты примерно одинаковые. Дусит парк чуть-чуть подороже. Площади разнятся буквально в один квадратный метр. Бассейны похожи. То есть разница только во внутренней отделке. По факту, ну здесь уже сам клиент будет решать, какой ремонт, какой дизайн квартиры ему нравится больше. В Дусит парке мы подобрали квартиру на втором этаже в здании С. Здесь тоже внутренний вид, такая же площадь. Также вид на детскую территорию. Вот детские горки идут, там неглубокий бассейн. Сейчас сделаем фотографии квартиры и можно уже будет отправлять клиенту всю информацию по проектам. После того, когда мы отправили клиенту всю информацию, как правило, возникает вопрос, а какой проект вы сами считаете лучшим? Ну, я начинаю клиенту давать какой-то там первичный анализ по таким показателям, как количество квартир, расстояние до моря, сильно отличается инфраструктура или нет. Но, как правило, когда мы говорим о резортах, мы не сравниваем инфраструктуру. Бассейны, тренажерные залы, они есть везде, просто выглядят иначе. Сравним такие показатели, как расстояние до моря, расстояние до ближайших магазинов. Ну, и клиент уже, исходя там из моего кого-то комментария, из этого анализа, делает выбор. Далее, когда клиент определился с конкретной квартирой, мы ее бронируем без оплаты. Бронируем на три дня для того, чтобы подготовить все документы. Их отправляем клиенту через DHL почту и все дальнейшие платежи, согласно контракту, согласно оговоренному графику, клиент делает уже из России, ну, или там из страны, где он проживает. Как правило, клиенты, которые покупают квартиры под сдачу в аренду, также пользуются нашей услугой по приемке квартиры. То есть, что это значит? У нас есть менеджеры, которые занимаются арендой. На основании доверенности, которые вы отправляете на почту застройщика, наш менеджер может принять вашу квартиру. То есть, не нужно тратить деньги на приезд сюда, на перелеты. Можно все это сделать также дистанционно. Поверьте, квартиру они примут гораздо лучше, чем вы, потому что с годами уже знают, на какие вещи стоит обращать внимание в первую очередь. Часто люди задают вопрос касательно безопасности сделки, потому что они находятся далеко, и сумма покупки немаленькая. Люди часто переживают. На самом деле переживать не нужно, покупка онлайн – абсолютно нормальная практика. Первое. Когда покупаете квартиру онлайн от застройщика, вы отправляете деньги ни на нашу компанию, ни мне лично, ни на какой-то физический счет. Они отправляются непосредственно на счет застройщика. Мы в данном случае выступаем как гарант чистоты сделки. В Таиланде действует брокерская система, то есть все комиссионные вознаграждения оплачиваются застройщикам. Существуют определенные контракты между агентами и застройщиками, и все вознаграждения регламентируются в рамках этого контракта. Если агент говорит, что нужно оплатить еще какую-то сумму сверху за его услуги, то в Таиланде так не принято. То есть, скорее всего, это какая-то спекуляция, потому что работают все только по документам и по определенным договорным отношениям. Квартира от агента и от застройщика должна стоить одинаково. Более того, когда вы получаете весь пакет документов, туда входят и регистрационные данные компании, и документы на землю. То есть, там идет все-все-все касательно вашей квартиры. По некоторым документам вы можете через интернет, через консульство, которое находится здесь, в Паттайе, проверить эту информацию на достоверность. В общем, в покупке квартиры онлайн нет ничего сложного или там опасного. Все достаточно просто. Вся информация, она доступна в интернете. Мы отправляем полный пакет документов, мы скидываем фотографии, фото, видео. В общем, все то, что показываем мы здесь клиентам вживую, все тоже отправляем вам с помощью интернета, мобильной связи, электронной почты. В общем, если какие-то вопросы у вас остались, вы можете написать нам на почту, либо оставить заявку на сайте, мы дадим более подробный ответ. Но на сегодня все. Надеемся, сегодняшний выпуск был полезным и информативным для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте следить за обновлениями. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok